Представься, пожалуйста, расскажи, из какого города ты приехала и как зовут? Всех приветствую, меня зовут Евгения, я из города Сочи. Приехала на ретрит к Светлане Лавровой и встретились прямо в аэропорту, разговариваясь, прям поток был. В общем, я встала возле нее и стояла, свои вопросы решала, она на меня смотрит и такая, о, подтягивайся. Я такая, о, ну то есть, как бы такая встреча, сразу ретрит в аэропорту начался. Кстати, я слышала, у некоторых он начался даже вот за неделю-две-три до ретрита. Ты не попала в число? Попала, попала. Действительно, как только принимаешь решение, что едешь на такого плана ретрит, сразу начинается вот такая трансформация мощных изменений. У меня это сопровождалось ощущением. То есть, мне хотелось есть более легкую пищу, ходить в баню. Каким-то образом я поймала кишечную палочку, которая прочистила еще больше организма. В общем, какие-то такие процессы тела. Вот тело включилось, и оно начало прям активно, да, прочищаться. Перед ретритом уже все было вообще идеально, как будто вот новая конфетка. Скажи, как для тебя звучал запрос на этот ретрит? И в этом же вопросе, я думаю, может быть, было бы, наверное, здорово прокомментировать то, что ты лет на втором ретрите, и они не с такой большой дистанции друг от друга прошли. То есть, июнь получается, и сейчас август, ты решила приехать на второй ретрит. Почему и с каким запросом? Классно же, первый ретрит все открыл, почистил, мы летали, все здорово. Зачем второй-то, прям сразу через два месяца? Для чего, Жень? Вот как раз после первого ретрита открылись сверхвозможности, реально. То есть, то, что отпала часть еды, причем позитивные планы, как вот эти хлебцы все, тортики, на уровне, что больше не хочется. Конечно, и по здоровью круто сразу. И вот этот был момент, когда вот эта какая-то еда отпала естественным образом, а другая часть жизни, которая была очень заблокирована, она прям сразу вошла. Это путешествие, это разрешение себе ездить, и вот туда пришлось спеть. И я сразу поехала после ретрита, практически там через неделю в путешествие, провела там просто невероятное время. И у меня произошла такая интеграция, что я уже старая, которая была, уже не она. Уже эту еду, которую раньше я любила, я не люблю. От еды кайф не получаю. Новая программа, что делать вообще с этой жизнью? Я еще не перешла, я еще не осознала себя новым. То есть, процесс перехода произошел, но до осознания себя, до полного перехода, как теперь жить в этом состоянии, какая я теперь, что я хочу, как себя прочувствовать. Еще не получилось осознать и прочувствовать, поэтому второй ретрит. То есть, я как бы вот пошла, но на серединке. И мне нужно было бы еще большую глубину в себе открыть, чтобы осознать, а как теперь в этой реальности, кто я в этой реальности. И поэтому это второй ретрит. И я на втором ретрите ответила себе на эти вопросы не через логику, а через чувства. То есть, я прожила эти мощнейшие чувства здесь, мощнейшие просто, которыми, ну, не выразить словами. То есть, а допрос, запрос был такой, чтобы в новой себе как-то открыться, понять, да, вообще? То есть, перейти уже окончательно в новую себя, которую я открыла на первом ретрите. И процессы были запущены, но еще не было какой-то окончательной внутренней опоры созданной. Я сюда приехала, чтобы доформировать эту опору. Прямо. И она здесь открылась. Насколько я знаю, ты сама, по-моему, практик, игропрактик, терапевт, коуч, да? У тебя такая деятельность профессиональная, глубокая в этом отношении. Я даже соприкасалась с твоими профессиональными навыками. Тем сильнее, что когда ты сам профессионал и дошел уже до определенной глубины, тебе нужен другой, еще более глубинный профессионал. Профессионал даже, это грубое слово, да? То есть, человек другой глубины, больше, чем у тебя, чтобы ты тоже через кого-то открылся. Потому что к нам приходят люди, которые приходят за той глубиной, которой у них еще нету, и они хотят ее обриспить. Вот точно так же я для себя искала того человека, который мне откроет ту глубину, которой у меня еще нету, а у этого человека есть этот опыт. Потому что у Светы, у Ирины, у них глубина потрясающая. С учетом, да, с учетом моей глубины, мне подошла эта глубина. Это следующий мой уровень развития, который я вот прям готова была пройти. И сейчас я понимаю, что автономия, это был для меня такой, типа, интересный триггер. Ну, что-то интересное, ой, классно, а что это за область самопознания, да? То есть, для меня больше вот так было, ой, а что это за... Это то, почему тебя Света зацепило, да? Да, да, да. То есть, у меня был такой запрос найти для себя человека вот такой глубины, который меня откроет. И вот я общалась с разными людьми на разные конференции, с разными бизнес-психологами, просто психологами, другими поучивыми практиками. Но меня вот ничего не цепляло, вот этого внутреннего отклика не было. Потому что я ждала, пока я встречу человека, когда меня отворкнет, когда вот этот внутренний отклик, чтобы все тело завибрировало. И я думаю, о, автономия, ну, что-то интересное, больше как, типа, какая-то красивая этикетка, типа, смотри, смотри, ворона, вот, блестит, вот, давай, как, типа, просто ворона на что-то, типа, интересное. Ты себя так ассоциируешь, да? Ну, в том моменте. Да, потому что все практики, они же исследователи. Да, да. О, а где еще что интересное, подчеркнуть опытом, где еще какие-нибудь красивые псатски, какая-нибудь еще методика интересная? То есть вот это можно назвать некими ожиданиями, и какова же реальность, вот что ты нашла, вот, вот это были за этикетки. Это, знаешь, это не ожидания, это интерес, да, то есть это области интереса, и куда ты погружаешься. Для меня автономия – это область исследовательского интереса. Я пришла там посмотреть, что такое вообще, грубо пришла, грубо. Я на первую встречу пришла грубо, для меня это был зоопарк. Пойду посмотрю на живого автонома. Это живая встреча в Сочи до первого ретрита, да? Да, да. То есть сейчас я уже понимаю, осознавая себя уже чуть-чуть, я пришла с интересом, ну, как бы не с точки зрения погрузиться, не по-серьезному, вообще не по-серьезному. Интересно, вот это я еще не видела, это вот, ну, это как бы на меня смотрели, там, я не знаю, я бы левитировала, на меня как в зоопарке приходили бы, смотрели. Так и ты пришла посмотреть, потрогать. Живой автоном, НЛО, можно посмотреть реально, познакомиться с этим процессом, да? Но не по-серьезному. И когда я пришла и начала слушать то, что говорит Света на живой встрече, я поняла, что, как бы, зоопарк тут, это я. То есть это я, это я не могу на себя посмотреть, ни на обезьянку, ни на жирафика, ни на бегемотика, ни на что-то более. У меня начала открываться структура моих тех иллюзий, которые я хотела осознать, но не могла, не хватало глубины. То есть в ее поле у тебя сразу это выстрелило, да? Да, и у меня просто такие инсайты пошли. Я думаю, боже, мне вообще все равно было через какое-то время автономно или не автономно. Мне абсолютно так же было, мне тоже все равно, если я в ее поле это получаю. Но вина у меня начала открываться та, которую я долго искала, когда же вот этот отзыв-то будет, где тот человек, который поможет мне открыться. Все, 10 минут мне хватило, все, я еду на первый ретрит, мне это нужно, пошел очень мощный отзыв. Это было стопроцентное выпадание. Там, конечно, сидели другие женщины, которые триггерили, другая женщина была, которая говорила тебе. На живой встрече, да, ты описываешь? Да я сама там коуч, практик и так далее. Ну, я знаю, наша корона, вот эта, я ее периодически тоже снимаю, потому что это у многих есть. Типа, если ты специалист, если ты крутой, то ты, короче, с короной. Типа, как так, ты как бы покажешься без корон, как так, ты снимешь эти маски. Маски есть всегда. И они наращиваются. С годами. Да, нужно как бы профилактику себе делать, своего профессионализма. Ну, как бы снимать корону. Ну, или жестко поддерживать образ коуча. Либо жестко, да, придется поддерживать. Но, опять же, надоест. Ну, как бы вот эти все иллюзии уже, я была готова, чтобы сбросить. И там сидит женщина, которая говорит, Светлана, чему вы можете меня научить? Да вы вообще врете, что вы там автоном, что вы ничего. Я вообще вам не верю. И, как бы, я знаю, как бы уже, когда человек снял маски, как он отвечает. И Света говорит ей, ну, типа, ок, ну, хорошо. Бинго! То есть, да, это все, это мой человек. Ну, потому что, как бы, да, когда ты вот уже все, ты принял себя, ты простой, ты просто вот это вот передаешь, у тебя уже нету какого-то смысла. Да, да, и кому-то что-то... И там, на той стороне, эта женщина, она осталась сама с собой с этой эмоцией. И она не смогла прекратить диалог. То есть, Света говорит, ок, а у нее просто все, ее вот, у нее трансформация началась. Класс. И она говорит, нет, ну, вы мне объясните. Ну, вы мне там это... Сколько же она материала для работы достала на той встрече? Да, да, и у нее вот эта трансформация пошла, что вот эта фраза, чему вы меня можете научить. То есть, человек пришел, и даже так она открыла человека к новым знаниям. Через триггер, через боль, потому что это же боль человека, да, так вот, чему вы меня можете научить. Чему вы меня можете научить. И я такая думаю, блин, а я недалеко рядом сижу, у меня же тоже, видимо, эта часть такая, зеркаль, на какой-то процент. Ну да, общее поле, как минимум. Да, и ты проживаешь вместе с этой женщиной, боль, со Светланой проживаешь вот это спокойствие и какое-то вот это поле единства. То есть, неважно, живая встреча, ретрит человек проводит, когда он в целостности, с этим человеком всегда ретрит. В Ютубе открываешь, и у тебя уже ретрит. Слушай, а знаешь, интересно что? Смотри, получается, ты была на первом ретрите, ну, на первом для тебя, так-то он не первый, конечно, был. Ну, на предыдущем назовем так. И вот сейчас на Алтае ты, и вроде бы те же самые мастера, да, Светлана, Ирина, даже там некоторые люди встретились с тем же самым кругом, мастеров. Ну, это и практики даже, да, они уж похожи практики. Вот оно одно и то же для тебя по наполнению вот внутри процесса или как? Люди те же, вообще не одно и то же. Я приехала в другой Светлане, в другой Ирине и увидела вообще тех же людей, но это не те же люди. И ты не та же Женя. И я уже не та же Женя. Вообще, там была та реальность, которую мы проиграли, а это вообще другая реальность и другие мы. И другая глубина, и другие практики. Даже если это одна и та же практика, то все равно всегда в другом самом восприятии, и это по-другому раскрывается. То есть фишка не в практике каковое, что, а вы нам другую практику уже покажете. А, одна и та же, ну ладно, мы тогда не идем. Вот что-нибудь новенькое, тогда ладно, придем. То есть, ну, не в этом вообще. Ну, да, это поверхность. Поверхность, поверхность. А тема, кому нужны количество практик и их разнообразие, это критерий, что не идешь в себя. Просто, ну, информационно кушаешь вот это разнообразие, а в себя не погружаешься. И такой этап тоже есть. Тоже нормально, да. Здесь просто про другое. Я-то выбрала это другое. Я-то понимала, что это каждый раз другая глубина. На этот ретрит было страшно ей. Я столкнулась со страхом и сопротивлением. Расскажи, расскажи. Было страшно ехать, потому что, когда ты, например, 10 лет себе что-то не разрешаешь, и потом ты разрешил, и это еще и реализовал в течение месяца. И офигела от самого себя. Приходит страх. Сейчас я разрушу привычную жизнь. А это эмоциональная боль. Останутся ли те отношения, в которых ты... А вдруг ты поменяешься так, что ты вообще все пересоздашь, да, в своей жизни. На подсознании ты это ловишь, и приходит прям страх. А у меня не будет другой жизни уже. Я не смогу есть. Короче, там столько шаблонов просто выходит из тебя тоннами. На еде тонны шаблонов. Тонны шаблонов. Просто. А как я жить буду в этой новой себе? То есть это страх страшный. Я, знаешь, продолжая тему о практиках, которые внешнюю форму имеют ту же самую. Ну, например, гвозди, да? Хотела бы у тебя спросить. Я видела, ты ходила к Ирине на гвозди вот сейчас. Вчера, да, по-моему? Возвчера. Возвчера, да. То есть те же самые гвозди, та же самая Ирина. Какой процесс для тебя был? Да, да. Просто, нет, ну это интересно же. Тоже, ну, как бы, говорят, та же самая Ирина, те же самые гвозди. Я, конечно, тоже так условно говорю, как бы, внешний, да, уровень. А внутри-то как? Вот я как раз продолжу вот эту ленью, потому что мне было страшно ехать на этот ретрит. Потому что я осознавала, что откроется что-то еще более глубже, и я это реализую. И я вспомнила слова с первого ретрита с Ведома, когда она сказала, страха не существует. Нифига не понятно, конечно. Мозг же хочет это понять. Чувств еще этих нету, как это, что страха не существует. Потом вторую фразу вспомнила, когда она сказала, если ты пойдешь в свой страх, ты его там не обнаружишь. А если страшно ехать на ретрит, и поехать на ретрит, и проверить слова, что мне страшно, я поеду, и как бы, по идее, я его не должна там обнаружить. Что мне тогда бояться? Я еду на ретрит, и я реально не обнаруживаю своего страха. Я иду на гвозди к Ирине второй раз, и я не обнаруживаю своего страха. То есть у тебя вообще процесс по-другому пошел? Я через пространство материи начинаю проживать слова, чтобы прочувствовать, о чем они. То есть мне эти слова запомнились. Я понимаю, что, конечно, есть грань. Это не когда я лезу на Эльбрус и там остаюсь, потому что я решила со своим страхом встретиться. Но даже этот уровень, если бы даже я там замерзла и осталась, отпускает. Нету страха смерти, и ты туда не лезешь на Эльбрус. И если принимаешь концепцию, что нет страха, начинаешь жить и реализовываться, и проявляться, и радоваться. И вот это такой был момент, что ты идешь в этот процесс, а там хорошо, там любовь, там тишина, там внутренняя гармония. И когда вот Ирина делилась своим опытом, что какой бы трэш в ее жизни ни происходил, он всегда разворачивался по итогу для нее каким-то классным осознанием, изменением жизни к лучшему. Я проанализировала, что у меня точно так же. Какой бы трэш в моей жизни ни происходил, по итогу точка БЦД намного лучше, чем... Мне казалось, что все, жизнь закончена. Все, все, жизнь закончена, все, полный трэш. И когда ты уже с этим опытом даже соприкоснулся, ты уже не страшно идти, встречаться с собой на этой глубине. И гвозди, естественно, для меня были... Я столкнулась с большей болью, чем на первой гвоздях. Потому что я проживала там другую эмоциональную боль, о которой я даже не подозревала. Как она вышла? Как ты ее обнаружила? Ну вот так, через чувства боли пришли те мысли, с которыми, оказывается, я, наверное, с самого детства жила. И я осознала, почему мы бессознательно, многие точно, вызываем в своей жизни трэш и боль. Ну, Ирина, получается, была вновь проводником для тебя, да? Да, для того, чтобы осознать, с какой программой мы живем через эту боль, потому что она амнизированная. Надо вызвать такую боль, чтобы вызвать эту программу, осознать и убрать ее из жизни. Поэтому мы создаем трэш. А если идешь целенаправленно, там, в какую-то небольшую хотя бы аскезу, там, поголодать, напускает денек. Когда идешь целенаправленно, на гвоздях хоть пять минут и постоял. Когда идешь целенаправленно, в честность, что-то чуть-чуть, но уже более честнее проговорил другому человеку, то у тебя в жизни не накапливается разрушение и не происходит. И я это четко поймала на первом ритминге. И если ты хочешь проявиться, человек либо пойдет по пути разрушения и трэша, либо он пойдет по пути маленькой, очень экологичной аскезы. И тогда он и проявится, и для него это будет гармонично и безопасно. И для меня этот ретрит – это маленькая аскеза с таким количеством любви просто от всех, что ты даже и не замечаешь потом эту аскезу, а по итогу выходишь на такую любовь. И выходишь, и проявляешься. Я через эти ретриты открыла для себя способ гармонично проявляться, открывая новый уровень энергии, не создавая в своей жизни разрушение. Потому что я иду с этим аскезу, а у меня там с любовью, а не я, алюминий. Иду на гвозди, а мне там любовь дают такую, что ты просто так переосознаешь себя, что... Словами не описать. Идёшь там вот в эти процессы, и всё, они перестают для тебя быть болезненными. Вот это бриллианта, это жемчужина. Поэтому и второй ретрит, и третий водят, и четвёртый до тех пор, пока я почувствую, что может быть бесконечное количество. Я в процессе, я вот в пути, в своём путешествии. И сейчас это для меня путь познания, который мне подошёл. Я увидела, как он отображается в реальности. То есть это не самообман, это не какая-то история некой идеализации, когда люди боятся настолько этих процессов, что думают, что это какая-то секта. То есть чем отличается реальность секта от несекты? Когда человек даёт какую-то информацию, когда вы попадаете в секту, вы себя теряете. Вы не имеете ни своего мнения, вы чисто верите всему, что вам сказали. У вас такая радостная эйфория, которая с вами только тогда, когда вы там, в сектах. Когда вы выходите из неё эйфория, у вас уже... Лидеры, гуру. Лидеры, гуру, поклонения и так далее. А здесь... С девчонками? Со Светой и сыном. Ну, с гнатусловка. То есть ты, там нет никакого гуру. Гуру нет. Ты на равных, ты общаешься, ты обмениваешься опытом. Ты выходишь за пределы, у тебя держат... Ты получил те изменения, которые твоя проработка, твои мысли, твои самоосознания. Твой наработанный опыт, твоя рефлексия. Твоя реальность. То есть ты выходишь и не зависишь от Светы, Иры. Они не надевают на финике шаблоны. Они тебе просто помогают, тебе подойти к твоим же мыслям, которые ты хотел давно проявить, и ты их проявляешь. То есть у тебя по итогу становится ещё больше тебя. То есть я там не стала такой... Всё, еда отваливается в анорексию, в стопудовую автономию, не шизофрения. А какая у тебя была, кстати, аскеза? Ты говоришь, ну, всё-таки вот маленькую аскезу я взяла. Что у тебя? Какая у тебя аскеза была на этом ретрите, на втором? Ну, это один день сухого голода. Ну, опять же, я не называю это голодом. Мышление уже поменялось на уровне один день отдыха от еды. Ну, супер. Свободы от еды. Свободы. Блин, а ты такая свобода от еды, это такой кайф абсолютно. Когда на другом мышлении проживаешь эти процессы, это прям просто освобождение, лёгкость. Ты вылетал, он вернулся в какие-то процессы. И сейчас это свобода от еды, жидкости. Ну, жидкость включай, чаи. Сейчас чаи. Пока мне не хочется возвращаться пока к еде. Я к ней вернусь, когда у меня появятся потребности. И то, как бы, когда рецепторы почистились, ты возвращаешься к еде. Прям прожить этот вкус, понаслаждаться. Хотя я до этого была человеком просто. Вот так вот быстро всё, быстренько, всё, я побежала. Быстро напихаться и всё. Вот эта тема была. Я с ней очень много работала, но не перещелкивала. Когда ты идёшь через осознание, это просто, это легко. Потому что у меня были вообще просто. Одна диета, эти салаты, тонну салата можно. Это же салат, мало калорий. Тонна салата, я обжираюсь, вообще не понимают, что со мной происходит. То есть без осознания. Но освобождение от еды, это как такой дополнительный бонус, да, возвращение к себе? Можно так сказать? Это вообще бонус. Наверное, даже для меня это не бонус, это часть пути. Часть пути, способ, один из способов. Это клопальная штука, потому что на ней очень много зависимости. И я с этим уже столкнулась, когда к одному очень крутому специалисту по эклоукалованию обратилась, наладить немножко своё здоровье. И он, а он как бы одновременно специалист был по кодированию алкоголизма и табакокурения. У него две кушетки. Он всегда кладёт со мной рядом женщин, когда я приходила к нему на иглы, которые, ну, у них зависимость такая. Я говорю, вам, Филипп, что вы кладёте со мной рядом людей, которые зависимы? Я-то независимая. А он мне говорит, а ты ешь? Я говорю, ну, конечно. Он говорит, а ты что говоришь, что независимая? То есть, да, у меня просто шаблон. Оказывается, он кодирует ещё и от... Переедания. Переедания, да. И он мне объяснил тогда, что это вообще в глубине зависимость от еды, и какие там эмоции, и почему у людей не получается переключиться просто на нормальное питание. Потому что автономия, это, по-моему, был триггер интереса, а на самом деле я там встретила осознанность, осознание себя вообще в теме зависимости к идее, что это теперь для меня и как с этим работать. То есть, Вета рассказывает ещё, как с этим работать в процессе. А это бесценные знания человека, который такой день прошёл. Жень, какое напутствие ты хотела бы сейчас сформировать сама себе? Вот напутствие на... Классный вопрос. На окончание ретрита вот такое. Давай простроим этот вектор намерений. Ты меня возвращаешь, да? Что, напутствие? Ну, да. Ну, обычно мы вот в конце интервью напутствуем другим людям. Там, приезжайте, вот, значит, вот для этого, для этого. А давайте вот себе сегодня напутствовать, я так подумала. Дальше путешествовать, открываться, творить, быть честной по отношению к самой себе. Класс. Ты возвращаешься в гармонию. Когда честный по отношению к другим, сохраняешь и приумножаешь отношения. И что это стало не про боль, а про любовь. Я... Гадово? Я увижу тебя на следующей ретрите в Сочи. Да. У меня мурашки идут, но уже со Светой обговорили. Я говорю, я решила на третий не ехать. У меня, говорю, намерений не было. Потом я видела... Что он в Сочи? Нет, Москва. А, точно, Москва. Потом я увидела пространство, меня опять потянуло. Я думаю, почему я так от себя опять? Ну, как бы, я себе создала шаблон, типа, нет, мне хватит. Я на третий-то съездила, хватит, надо прожить то, что есть. А потом я подумала, вот точно так же мы себя ограничиваем. Заработал миллион там. Типа, мне хватит. Мне хватит. А дело-то не в миллионе. Дело-то не вообще, как бы... Дело в том, что ты не можешь быть постоянно в получении, и поэтому ты не можешь быть постоянно в излучении. Приходит тетушка, мне хватит. И вот я задумала, а в чем причина-то того, что я не могу постоянно находиться в потоке, в процессе. В расширении, да? Почему я себе ставлю эти ограничения, мне хватит. Это же проекция, которая у меня везде срабатывает. Типа, я тебя чуть-чуть полюбила, муж, хватит. Там, да? Я чуть-чуть себя приняла, хватит. Хватит уже. Я чуть-чуть денег заработала, хватит. Ну и хватит. Это вообще про не про хватит. Это про то, что мне классно с этими людьми, мне классно быть в этом процессе. Я могу создавать вот это возможности финансовые, еще больше. Мне кайфово вообще. Почему я не могу кайф-кайфить? Почему я не могу и это, и это, и это? И у меня так торкнуло на самом деле. Я говорю, конечно, Свет, я еду на третий реприт. На бесконечность твоих репритов. Да, в вечность. Я еду в вечность своих репритов. Ну, это бы доверие к процессу. Ну, то есть идет процесс, поеду. Но если там, ну, прям совсем какие-то моменты, я пойму, что я сейчас, у меня другой процесс, я могу не поехать. То есть я себе не программирую на конкретно поеду, не поеду. То есть я создаю намерение, что я поеду, без ограничений, что мне хватит. Намерение в настоящем. Да. Но если у меня другой процесс, там, вдруг у меня свадьба будет в этот момент, да? Ну, значит, мы приедем, Света поздравят. Ну, то есть, понимаешь, это классно, жить вот в потоке, не ставя себе вот эти вот шаблоны. И это фишка, Света нас в ретрите. Жень, я лично, вот лично, я тебе очень благодарна за вот наше с тобой взаимодействие на этом ретрите. Для меня вообще на этом ретрите стало каким-то новым таким откровением взаимодействие с участниками ретрита. То есть я вот на, ну, так мне, как бы, короче, что ты новое для себя в этом открыла, а с тобой тем более. Вот, за все проработки, за твои практики, за все, что ты привнесла лично для меня. Это было невероятно. Потому что ты... Ты на мне рисунок людей из мурашек создаешь. Ты для меня часть этого ретрита. Для меня было невероятно важно, что ты приехала. И твои трансформации, которыми ты делилась с прошлого ретрита. Вот ты как начала ими делиться, как ты переступила порог, да, пространство, ты начала делиться этими трансформациями, меня перевернуло. Это было настолько ценно встретить человека, с кем я уже была в предыдущем процессе. И вот свериться, да, увидеть, как ты проходишь, что с тобой происходит, это меня настолько вдохновило, не то слово, вернуло в реальность. Вот я не знаю, как это по-другому сказать. Я прям, знаешь, как будто у меня прям фары протерли, вот как отрезвили, я прям такая дыкс и собралась. И вот это с твоим вот появлением, вот так на меня это подействовало. То есть это для меня было очень важно. Благодарю тебя. И я тебя благодарю. Я на этом ретрите, вот, даже муравитами, я на этом ретрите прям училась принимать любовь от людей. Я вот честно могу сказать, что у меня это было заблочено прям. У меня аж мурашки, я сижу, у меня самые мурашки. Это вообще непросто. Это вообще непросто принимать любовь от людей. Потому что людей... Принимай, 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 пожалуйста. Вот я смотрю на людей, я думаю, боже, меня сейчас разорвет от их любви просто. Меня просто растащит. Поэтому я здесь еще думаю, я сейчас подсоберусь чуть-чуть на алтайпе. Потому что ты идешь, мне не важно, там скажут, ты там такая, не такая, это все уже не важно. Просто ты смотришь на людей, и ты принимаешь их любовь, расширяешься, а другой человек-то тоже испытывает вот это состояние, когда он не может прочувствовать, что он любовь. Это уже сразу с болью со своей соприкасаешься, что ты любовь, и ты любовь, и мы все к тебе. Если мы всех тебя любим, я согласна. Быть в ней вечность. Это очень непростой трансформационный процесс. Непростой, да. Это туда идут люди, которые готовы к этому. Я думаю, вижу, что многие люди к этому готовы. Я не думала, что я открою себе этот уровень искренности и честности перед собой и перед другими людьми. Благодарность естественная, когда вот не надо там думать, надо поблагодарить. Так, чтобы сказать благодарность. Это просто вот это. Я всегда смотрела на таких людей, да, они прям светились. Мы каких, мы каких. Ну вот на вот этих, как бы. Блаженных с ретритов. Нет, не красиво, да, которые там так говорят, душа. Да, да, да. А ты сидишь в это время в жопе, ты расстался, у тебя какие-то отношения, у тебя другой. Жрешь салат. Да, там. С ебать с мороженым. Ты не знаешь, у нас там вареники, как сечка. И ты смотришь, думаешь, господи, ну как хрень какую-то они говорят. Мне настолько было больно этих людей, слушайте, ну что они такие хорошенькие, да. Что такие слепые, сияют. А некоторые так сияют, что про них даже так не можешь сказать. Смотришь, и они реально сияют. Ты думаешь, блин, он реально сияет. И здесь уже твои какие-то критики, и внутренние, и внешние, и разные, они подключаются. Ты не можешь уже оправдать себя, что этот человек, что он там, ну божественный, типа, или что. Все, все. Ты не можешь ничего сказать больше. Ты понимаешь, да, он сияет. И вот там начинается вот это изменение внутреннее. А почему? Как к этому прийти? И как бы оно тебя, вот этот свет, оно тебе начинает, блин, через экран Ютуба касаться. Вот это все начинает происходить. Ты потом идешь, забываешь, в свою жизнь возвращаешься. Тебя еще колбасит несколько лет со мной так было. Но потом ты, хопа, еще раз такой человек тебе встретился. Еще кусочек света ты принял. Еще кусочек. И потом ты доходишь, потом ходишь и открываешься. На ветвите Светлана Лаврова. Человек просто потрясающие вещи делает. У них просто группа, группировка. Божественная. Ирина, это потрясающий просто тоже тренер. Души, любви. Люди, которые смело пошли в боль. И они проводники, как из боли трансформировать себя в любовь. Понимаете? Это прям как из боли себя дотрансформировать до любви. В завершенном целостном формате. Они этот путь прошли. Поделились. Я как колобок. Туда докатилась и открыла для себя это невероятным образом. Просто с кайфом пойду делиться. Женечка, спасибо тебе большое. Еще раз. Благодарю всем. Друзья, благ. Светите. Ешьте салаты. И прям не избирайтесь на любви. Дайте себе прикоснуться к себе вот этим состояниям любви. Потому что любовь уже не надо искать от родителей, от каких-то значимых людей. Любовь нужно пойти получить от тех людей, кто имеет опыт любви. И исцелить самого себя. Самый крутой вообще вариант, который может произойти. Всех благ. Всех благ. Благодарю.